Остаются считанные дни до выборов депутатов в Законодательную палату Али Мачлиса и местные кингаши. События знаменуют собой важный шаг на пути укрепления демократических основ нашего общества и реализации принципов открытости и прозрачности. Агитационные мероприятия в самом разгаре. Представители партии продолжают информировать граждан о предвыборных программах своих партий. В конце этой недели в нашей стране пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Али Мачлиса и местные кингаши народных депутатов. Известно, что в истории Узбекистана впервые они проходят на основе смешанной избирательной системы. Это для нас новость. Надо сказать, что выборы этого года в парламент страны и местные кингаши народных депутатов проводятся в совершенно новой социально-политической среде, установленной новой редакцией Конституции Республики. Совершенно новые подходы демонстрируют пропагандистско-агитационные мероприятия, проводимые на местах. В частности, на станциях метро устанавливают новые плакаты и баннеры. Их же с отражением кандидатов можно встретить на улицах. Это опоры и газоны, например. Мы видим в этом году своеобразный подход к выборам. Очень широко используются различные формы и методы агитат. Везде, на автобусных остановках, улицах, станциях метро можно встретить информацию о предвыборных программах партии и кандидатам в депутаты. То есть избирателю легче получить необходимые сведения об этом и сделать свой выбор. Новые методы применяются и в процессе предвыборных встреч кандидатов в депутаты с избирателями. Теперь можно видеть, как они бывают непосредственно в махаллях. Заходят в дома избирателей и ведут с населением беседу, разъясняя цели и задачи основные направления предвыборных программ. В этом году именно введение смешанной избирательной системы требует не только от кандидатов, но и от политических партий проведения соответствующих мероприятий. Это побуждает их к проведению более интерактивных форм агитации, чтобы они смогли привлечь внимание избирателей и получить соответствующие голоса для формирования парламента и местных кингашей. Можно заметить, что именно методы и формы, которые применяются партиями, кардинально отличаются от тех, которые применялись до этого. Они более интерактивные, они стараются привлечь внимание каждого. В каждой сфере, можно сказать, для этого применяются все необходимые средства. В принципе, избирательный кодекс допускает свободу выбора той или иной формы. Поэтому каждая партия сама выбирает, какая форма или какой метод является наиболее удачным, эффективным и, исходя из этого, осуществляют соответствующие мероприятия. Широко используются также и возможности организованных агитационных автобусов. А со стороны Узельдеп, к примеру, проводятся такие мероприятия, когда разъезжают на велосипедах и говорят в рупор. Тоже очень интересно, нестандартно и эффективно. Все это служит повышению социальной политической активности населения нашей республики. Думаю, каждый из нас своим голосом внесет свой вклад в дальнейшее развитие нашей страны в последующие пять лет. Современную и своеобразную форуму приняли видеоролики политических партий, которые можно встретить в эфире телевизионных каналов. Они охватывают все слои населения. На государственном телеканале прошли два дебата. В дебат-холле до сегодняшнего дня было организовано четыре таких политических дебата. Выдвигаются новые идеи и предложения, инициативы, в наиболее полном раскрытии которых политические партии пользуются подкастами. То есть используется новая информационная площадка. Сами партии и само население в принципе получают информацию, действительно ли та или иная идея, которая продвигается партией, является эффективной, реализуемой и принесет ли пользу человеку, обществу или государству. И тем самым формируется мнение, чья, так скажем, идеология, чьи взгляды наиболее важны. И поэтому каждый избиратель, исходя из идеологии, предложений партии, будет выбирать соответствующих кандидатов, либо партии. Я думаю, что эти дебаты, подкасты, которые проводятся в Ютубе и в других социальных сетях, помогают формировать мнение людей о партиях, об их идеологии, а также тех мерах, которые они планируют, точнее, в течение пяти лет. Запущенная информационная система ЕСАЙЛО. То есть мы можем сказать, что и политические партии, и кандидаты, и все другие участники могут вступать в различные отношения именно после с Платоном. То есть не требуются какие-то бюрократические волокиты или там преграды. То есть это ускоряет процесс и облегчает. Можно отметить, что согласно информации Центральной избирательной комиссии, введение этой информационной системы позволяет сэкономить около пяти миллиардов сумм. Это тоже и польза для экономики бюджета страны. В свою очередь, можно сказать, что именно благодаря этой системе политические партии устанавливают какие-то меры, могут вступать в отношения с избирательной комиссией, направят какие-то свои отношения, запросы, письма и тому подобное. То есть посредством этой системы происходит цифровизация. В данных процессах отдельное внимание уделяется различным челленджам. Данные визуальные материалы отвечают на такие вопросы, как почему мы должны участвовать в выборах, какое значение имеет каждый голос, каково влияние нашего выбора на дальнейшее развитие общества. И здесь особенно активна молодежь. Тема выборов в социальных сетях освещается широко. Проводимые такие челленджи в УЗах, Махалях свидетельствуют о том, что граждане не безразличны к этому важному политическому процессу. Одной из особенностей нынешних выборов является установление порядка использования технологии искусственного интеллекта в предвыборной агитации партии. При этом, здесь также надо учитывать, что Центральная избирательная комитета установила соответствующие правила этики. То есть, если партия или кандидаты используют технологии искусственного интеллекта, то эти материалы должны идентифицировать, что действительно они созданы с помощью технологии искусственного интеллекта, но при этом, конечно, не допускаются совершенные действия, которые, можно сказать, кого-то оклеветают или оскорбляют, либо нарушают честь и достоинство другой личности. То есть, в пределах этики и разумности в рамках закона все эти действия можно осуществлять. На выборах впервые будет опробовано электронное голосование. Планируется осуществить его в день выборов на 10 избирательных участках города Ташкента в качестве опытного тестирования данного пилотного проекта. И это лишь несколько новшеств, придающих данному избирательному процессу динамизм и эффективность. Во всем наблюдается современный креативный подход, что, несомненно, повышает политическую активность избирателей, особенно молодых.